Всем привет! В эфире передача «Заряд бодрости» и я ее ведущая Радмила Асаева. Сегодня мы занимаемся стрейчингом. Занятия для нас проводят Светлана Никитина. Привет, Светлана! Я знаю, что стрейчинг с английского переводится как «растяжка». В чем польза этих занятий? Это укрепление мышечного корсета, во-вторых, предупреждение возникновения различных травм и в конечном итоге оказывают укрепляющее действие и как следствие улучшение настроения. В какое время лучше всего заниматься растяжкой? Заниматься растяжкой можно в любое время, как до занятий, до основных тренировок, так и после. А если я хочу позаниматься только стрейчингом, так можно? Можно, да. Растяжка выделена как отдельный элемент фитнеса. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать базовый комплекс упражнений на растяжку. Присоединяйтесь к нам. Давайте начнем. Начинаем с головы. Ноги на ширине плечи, руки на пояс. Голову тянем сначала вперед, подбородочек вниз. Растягиваем таким образом заднюю поверхность шеи. Потом назад. Тянем с усилием, чтобы у нас мышцы потянулись. Еще раз вперед. И назад. Теперь наклоняем голову вправо. Стараемся ухом потянуться к плечу. При этом плечо мы не поднимаем. Можно еще усилить рукой. Хорошо. И в другую сторону. Еще раз вправо. И влево. Хорошо. Теперь плавное вращение головой. Тоже сначала в правую сторону. Таким образом мы разогреваем шею. И в другую сторону. Примерно по пять кругов нужно делать. Достаточно. Теперь корпус у нас прямо. А голову отводим в сторону. И стараемся посмотреть как можно дальше назад. И то же самое делаем в левую сторону. Еще раз вправо. И в левую. Достаточно. Теперь переходим к плечам. Поднимаем плечи наверх. И тянем как можно выше. Растягиваем плечи наверх. И вниз. Еще раз наверх. И вниз. Теперь то же самое вперед. Назад. Теперь круговые движения плечами вперед. И то же самое только назад. Хорошо. Достаточно. Теперь у нас круговые движения будут руками. Руки прямые, в локтях не сгибаем. Медленно сначала назад вращаем. Отводим руки как можно дальше. Хорошо. И в обратную сторону. Достаточно. Руки впереди в замок. Выворачиваем. Выворачиваем. И от замка оттягиваемся. Спина круглая. Потянулись хорошо. Угу. Достаточно. Теперь руки в замок сзади. Тоже. Выворачиваем. И поднимаем замок как можно выше. Ой, так слух не поднимается вообще. Можно не выворачивать, можно просто вот так замочек поднимать. Можно не поднять. Да, да, да. Поднимаем замок как можно выше. Хорошо. Растягиваем плечо. Берем за локоть. Тянем к себе. Должно быть легкое натяжение. Угу. Теперь за локоть. Тянем вниз. Хорошо. И другую руку. К себе. И назад. Хорошо. Руки встряхну. Достаточно. Далее у нас будет корпус. Получается, прогибаемся в спине. Вперед. По грудной клетке? Да. Угу. Дальше. В правую сторону. Назад. И влево. Еще раз. Вперед. Вправо. Назад. И влево. В другую сторону. Вперед. Влево. Назад. Вправо. Вперед. Влево. Назад. Вправо. Угу. Хорошо. Руки. Наклоняемся вправо. Тут ножки можно пошире? Угу. Разогреваем корпус. Тянемся рукой правой. Угу. Влево. Еще раз вправо. И влево. Угу. Теперь две ручки вместе наверху. Тоже наклоняемся. Вправо. Потянулись. Должны потянуться у нас сейчас левый бок. Здесь. Угу. И влево. А мы, получается, тянемся вбок, да? И еще наклоняемся. Да, да, да. Получается, корпус у нас на одной линии. Угу. И еще раз вправо. И влево. Угу. Хорошо. Ручки встряхнули. Глубокий вдох. И выдох. Все стараемся делать на расслаблении и на выдохе. Теперь ножки вместе. Приподнимаемся на стопы. Разогреваем стопы. На каждый счет можно. Раз. Два. Три. Четыре. Угу. Хорошо. Правую крутим. Поднимаем пяточку. Угу. И вовнутрь теперь. И левую тоже самое. Наружу. И вовнутрь. Чтобы разогреть ноги, сделаем приседания. Руки вытягиваем вперед. Пятки не отрываем от пола. Медленно садимся. И вырастаем. Можно на четыре счета. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Наверх. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Угу. Хорошо. Разогреем еще суставчики. Дозабедренные. Колено. У нас сделает полукруг. Получается. Раскрываем сторону. Наружу сначала. Четыре раза. И вовнутрь. Этой же ногой. Теперь левая ножка. Наружу. И вовнутрь. Угу. Хорошо. Ноги. Чуть шире. Шире плечи. Угу. Наклоняемся. Стараемся ладошками достать пол. Спину вытягиваем. Спина должна быть прямая. Угу. Если ладошками достали пол, можно согнуть в локтях, еще потянуться вниз. Тянемся и стараемся, чтобы спина была прямая, да? Да. Тянемся как можно ниже. Угу. Разворачиваем правый носочек. Угу. Корпус переводим к правой ножке. И тоже тянемся. В этом положении, в самом низком, нужно себя задержать и хотя бы секунд тридцать постоять. Угу. Хорошо. И переходим к левые ножки. Угу. Угу. Хорошая, чтобы организм наш расслабился. Угу. Хорошо. Переходим ручками в центр. Угу. Собираем ножки. И через круглую спинку вырастаем. Угу. Хорошо. Поднимаем правую ногу, беремся за колено и тянем колено к груди. Угу. 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 Опустили. Теперь левую. Угу. Угу. Достаточно. Правую в сторону. Тянем как можно выше. Руку можно в сторону для равновесия открыть. Угу. 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 Достаточно, теперь опускаемся на правое колено, левая нога на носочки, сначала можно слегка попружинить, задняя нога прямая, корпус у нас прямо, да и таз опускаем вниз, хорошо, и на левой ноге тоже самое, сначала нога вот сюда, заднее колено прямое, правой ноги, здесь коленочку втянем, и можно сюда вырасти, теперь вот таз тянем тоже вниз, заднюю ножку выпрямляем, хорошо, хорошо, вырастаем, ноги на шине плеч, еще для корпуса сделаем упражнение, правую руку завозим за корпус, бедра точно в центр, а корпус скручиваем вправо, тоже тянемся как можно дальше, достаточно и в левую сторону, как бы свой корпус берем так и стараемся, а мы как будто руками разворачиваем корпус, да, да, совершенно верно, достаточно, руки на пояс и круговые вращения тоже еще тазу, и в обратную сторону, и теперь то же самое, только уже с корпусом, получается вперед, да, бок, назад, влево, не больше 90 градусов примерно, а у меня не получается так назад сильно, назад, у всех растяжка же разная, поэтому для максимально комфортного состояния, сильно прогибаться не нужно, то есть насколько позволяет тело, настолько прогибаемся, и в другую сторону, влево, а таз у нас на месте стоит, не двигается, да, достаточно, сейчас будем растягиваться сидя, так что перемещайтесь на пол, да, можно взять с коврики, если хотите, беремся руками за носочки и стараемся, чтобы у нас пяточки от пола поднялись, растягиваем вот эти вот икроножные мышцы, также в этом положении задерживаемся какое-то некоторое время, хорошо, вытягиваем руки наверх и с прямой спиной на выдохе ложимся в складочку, тоже опускаемся как можно ниже и в этом положении себя фиксируем, хорошо, теперь левую ножку к себе пододвигаем и также ложимся к правой, а спина должна быть прямая? да, спина должна быть прямая, мы стараемся ее вытянуть, ни в коем случае не вот в таком положении, а если, например, у кого-то не получается так сильно нагнуться, что делать тогда? у всех по-разному, мы просто стараемся достать за ножку, да, и потянуть к себе, тоже в каждом положении мы удерживаемся на некоторое время, хорошо, и поменяли ножки, колено должно быть прямое, достаточно, теперь ножки чуть-чуть в сторону, левой рукой мы стараемся дотянуться до правого носочка, сейчас растягиваем левый бок вот этот и тоже углубляемся как можно ниже, хорошо, и в другую сторону, левое плечо в районе левого колена, достаточно, и теперь тянемся вперед, спина прямая, ручками скользим вперед по полу, тоже как можно ниже опускаемся, и в этом положении себя удерживаем, а куда носочки, вперед или на себя? здесь у нас носочки расслаблены, можно их и потянуть, то есть не важно? да, здесь просто надо, чтобы у нас коленочки смотрели примерно наверх, и ноги были вытянуты, хорошо, вырастаем, можно еще потянуться в бабочку, стопы как можно ближе к себе, и коленками тянуться в пол, можно корпус наклонить, хорошо, теперь переходим на правую ножку, подгибаем, задняя левая нога прямая, прогибаемся назад, возвращаемся, теперь левую ножку сгибаем, и тянем за носочек к себе, Света, я хотела спросить, всем ли можно заниматься растяжкой? у растяжки практически нет противопоказаний, можно заниматься почти всем, исключение составляют только люди, у которых были какие-то переломы, да, либо острые какие-то травмы, еще не зажившие, им да, лучше не заниматься, травмы связаны с переломами суставами, хорошо, и на другую ножку, сначала прогибаемся назад, здесь у нас работает и спина, полностью, да, и шея, я чувствую, что у меня с этой стороны посложнее, чем с той, спине сложнее прогибаться, у всех разная растяжка и гибкость, самое главное, тоже не переусердствовать, чтобы не было боли, ни в коем случае, может быть, натяжение, либо такой легкий-легкий дискомфорт, и теперь ножку правую сгибаем, тянем к себе, растягиваем бедро, достаточно, вытягиваем, теперь ножку так, левая на коленочке, здесь 90 градусов, правая на пяточке впереди, и тянемся, получается, корпусом, теперь к ноге. Тоже у нас спина прямая, стараемся, колено тоже прямое, стараемся опуститься как можно ниже, и в этом положении себя фиксируем. Угу, достаточно. И то же самое на другую ножку. Вытянули коленочку прямую, и опускаемся вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через несколько секунд у нас мышцы начинают в связке расслабляться, и мы опускаемся еще ниже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не забываем про правильное дыхание, глубокое, ровное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу, достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вытягиваем правую ножку в сторону, левую на коленочку. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правая нога и левая, получается, должны быть на одной линии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу. А здесь колено куда направлено? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь колено, получается, у нас, ну, смотрит в ту стенку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как и левая у нас смотрит, да, потому что мы на коленочке стоим, правая тоже симметрична. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь можно, чтобы, если руки устают, опуститься на локте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утянутся тебе тоже уже позволяет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему-то есть страх боли, то, что будет больно, напряжение, поэтому. Делать, да, все нужно очень аккуратно, предварительно разогреться, чтобы, не дай бог, не было никаких травм, не повредить себе ничего, не растянуть. Да, все упражнения нужно делать очень внимательно. Да, очень аккуратно, плавно, самое главное. Никаких резких движений, да. Нет, вам достаточно и на другую ножку. Ну, да, есть такой момент, что надо быть аккуратным, а другой момент, что иногда страх не дает войти в позу, например, глубже. А хотя, вот, ты же мне сказала, что я, в принципе, могу. Да, можно просто глубоко подышать, тогда у нас мышцы и связки расслабляются. Даем таким образом команду своему телу. Сколько нам нужно находиться в этой позе? Смотря для какого результата, ну, хотя бы минутку. Потому что за это время у нас, чем дольше мы в этой позе находимся, у нас есть, у мышц и связок есть тоже память, они запоминают. Мы больше времени, получается, даем для этого, они у нас запоминают. И в следующий раз у нас уже растяжка лучше происходит. Достаточно. Чтобы аккуратно выйти из этой позы, можно просто лечь на живот. Собираем ножки. И в конце можно коленочками постучать вот так вот, расслабить мышцы. Потрястись. Да, потрястись чуть-чуть. На этом мы завершаем наш комплекс упражнений на растяжку. Всем большое спасибо. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»